итак всем привет сегодня будет обзор сравнения в этом видео я наконец-то отвечу в первую очередь для себя какой же самый лучший мтл бачок на сегодняшний день представлен на рынке в принципе все последние новинки были у меня в руках кому интересно можете посмотреть мой плейлист там все это есть вот это у нас новинка от компании инокин это арис мтл и специально для этого видео я купил сирену вторую потому что все ее нахваливают и считаю что было бы нечестно делать какие-то выводы не попробовав этот бачок по ктулху кто еще не видел посмотрите обзор он был совсем недавно вот здесь будет ссылка а по этим двум сейчас быстро пробежим по ттх рассмотрим конструктив наматывать и сегодня ничего не буду и потом уже подведем итоги я сделаю свои выводы скажу на чем я все-таки остановился и попытаюсь обосновать свой выбор бак выполнен из 304 нержавейки диаметр 24 миллиметра вместимость бака 5 миллилитров жидкости также есть версия на 2 миллилитра бак доступен в черном и стальном цветах база рассчитана под одну спираль поставляется бак вот такой коробки к созданию этого бака приложили усилия два известных забугорных обзорщика это вейпинг рик и фил бусарда на лицевой стороне у нас изображен сам бак здесь у нас указано что это дизайн от бусарда и вейпинг рика здесь у нас aris mtl rta как я понимаю это авторов вейпинг рика а на этой стороне автора фила бусарда на задней части перечислено что идет в комплекте предосторожности и скорочко для проверки подлинности коробка открывается вот таким образом покажу вам что тут внутри потому что сделано все с душой очень красиво здесь изображены эти два человека бусарда и вейпинг рик дальше открываем коробку опять знак внимания скажем так и здесь уже лежит сам бачок и название модели aris комплект очень богатый в комплекте идет сам бак вот такой zip запасным стеклом рингами разных цветов и дополнительным дриптипом дриптип выглядит вот таким образом дальше у нас идет вот такой пакетик с ватой намотанными спейсами уже и как написано метр кантала по сечению похоже на 0 5 дальше идет вот такой пакетик с инструментами здесь у нас отвертка специальный инструмент для наматывания спейсов запасные винты и еще один инструмент для наматывания микрокойлов также в комплекте идет вот такой вейбенд и макулатурка все три бака которые сегодня будут в обзоре очень похожи у всех одинаковая система подачи жидкости плюс-минус принципе конструктив у них одинаковые со своими какими-то фичами все это я сейчас покажу итак aris вверху нас 510 дриптип естественно съемный отверстие небольшое можно также использовать какой-то из своих или запасной из комплекта очень удобно реализовали заправку но опять же не додумали и до конца очень странно что бусарда допустил такую ошибку здесь у нас есть отметка со стрелочкой в какую сторону открывается крышка такой вид заправки уже не новшество и на других бачках он уже встречался основная ошибка которую допустил производитель нужно было сделать здесь не одно отверстие два отверстия чтобы через одно заправлять жидкость а через второе выходил воздух потому что в таком варианте при заправке внутри внутри возникает вакуум и жидкость идет через верх то есть нужно использовать или флакон с тонким носиком чтобы вставить его поглубже если у вас такого нету то заправлять очень аккуратно теперь осмотрим обдув здесь у нас четыре отверстия к сожалению не на сайте производителя ни в магазинах где он продается я так и не нашел информации какие тут диаметры в коробке кстати тоже нигде об этом не написано но я так думаю что стартует от 1 миллиметра вверх регулировать обдув можно как большим окном закрывать по одному отверстию также есть второй вариант на кольце дополнительно есть одно отверстие и можно выбирать по одному так как вам хочется разбирается все стандартно к базе мы сейчас еще вернемся вверху у нас стекло крепится на оринге это то что я хотел увидеть хастуре здесь это сделали диаметр шахты заточен под мтл как вы видите сферическая обработка купол вообще очень похож на берсеркера со вкусом в принципе авариса проблем нету по базе сменных жиклеров здесь нет то есть есть только один вариант вот такой лейки но как по мне лучше бы сделали одно отверстие там в один миллиметр это было бы идеально взяли насырели тут кучу дырок из-за этого естественно пострадала тухость затяжки и это основная проблема данного бака вечно я не могу его назвать мтл для меня затяжка здесь слишком легкая также есть вопросы к стойкам неизвестно как долго протянут задние стенки они очень тонкие единственное чем отличается арис от остальных своих конкурентов это вот этими бортиками то есть продумали чтобы жидкость с ваты не попадала в воздуховод во всем остальном база такая же как в хастуре и как в сирене до сирены мы сейчас еще дойдем пока базу откладываем в сторону и потом сравним все три базы бак выполнен из 304 нержавейки диаметр 24 миллиметра вместимость бака четыре с половиной миллилитра жидкости также есть версия на 22 миллилитра и два миллилитра жидкости бак доступен в нескольких цветах база также рассчитана под одну спираль поставляется сирена такой пластиковой коробки прозрачная здесь у нас написано digiflower производитель видно сам бачок логотип сирены и написано какая именно сирена у нас коробки я покупал специально на 24 миллиметра мне нравится именно такой размер на задней части у нас штрих-код для проверки подлинности сайт производителя в комплекте идет сам бак запасное стекло зип с цветными орингами перед намотанными спиралями и винтиками т-образная отвертка под шлиц и под крест вот такой мануал на английском языке теперь рассмотрим конструктив система подачи жидкости все та же gta как и в хастуре и варисе как расшифровал бусарта gta это генезис тэнк атомайзер то есть подача жидкости идет снизу как генезисах вверху у нас 510 дриптип не самый лучший вариант как по мне его сразу в топку тут такое сопло стоит лучше использовать какой-то другой intel дриптип результат будет гораздо лучше верхняя заправка в принципе такая же как хастуре на пол оборота до щелчка и снимаем крышку заправка очень удобная в моем экземпляре ничего нигде не шатается я видел что бывают такие моменты что шатается топкэп но у меня все четко заправка тут в принципе на 5 баллов так же как и в хастуре по обдуву система обдува такая же как и варисе 4 отверстия самая маленькая на 0,8 миллиметра потом 1 и дальше не помню в ттх можно посмотреть эти большие отверстия мне очень интересно и запоминать эти цифры тем более и также есть возможность установки обдува дополнительным отверстием то есть можно по одному выбирать так же как варисе по конструктиву в принципе все стандартно откручивается что мне понравилось здесь также посадили колбу на оринг и бак при разборке не распадается на части внутри имеем также сферическую обработку шахта небольшого диаметра по базе здесь мы имеем 3 отверстия сменных жиклеров также здесь не предусмотрено то есть вариант обдува только один стойки выполнены уже более массивно чем варисе этим стойкам я больше в принципе доверяю также мне нравятся шлицевые винты здесь они тоже присутствуют по качеству исполнения как варисе так и в сирене и в хастуре вопросов у меня не возникает дальше здесь все так же как у конкурентов теперь наверное сравним все три базы и рассмотрим отличия но сначала рассмотрим сразу диаметр шахт как вы видите плюс минус они одинакового размера так визуально самая большая шахта у ариса это крайне левый по центру у нас сирена и как по мне у хастура самый маленький диаметр ну с сиреной совсем небольшое отличие с арисом даже визуально заметна разница теперь рассмотрим базы как вы видите система подачи жидкости абсолютно одинаковая сразу обратим внимание на проточки они тоже как оказывается разного размера и опять же как и с шахтами самые большие проточки у ариса потом у нас идет сирена и самая маленькая проточка у хастура на что это влияет чем больше проточка тем нужно больше укладывать ваты иначе будет перелив со всеми вытекающими то есть на арис и сирену я бы советовал устанавливать спираль на оправу 3 миллиметра для хастура максимальный диаметр будет два с половиной миллиметра здесь есть как и плюсы так и минусы допустим особенно сейчас в холодное время года на хастуре вата бывает пригорает это как раз связано с тем что проточки можно было бы сделать и чуть чуть поглубже но как есть тестировал я и сирену на морозе никаких подгораний здесь не происходит ну и в арисе тем более теперь по обдуву на арисе и сирене у нас обдув в единственном варианте поменять здесь ничего нельзя в хастуре есть куча запасных жиклеров и можно подобрать абсолютно любой именно тот который вам больше всего понравится по креплению спирали в арисе и в сирене они очень похожи я бы сказал что в сирене сделано все немного лучше ненадежнее но касаемо винтов удобнее винты как по мне в арисе они такие массивные и хорошо прижимают спираль в сирене они тоже хорошо прижимают но именно закручивать удобнее в арисе в хастуре как вы видите стойки выполнены немного по другому здесь можно наматывать спираль как по часовой стрелке так и против часовой как вам удобно и по моему мнению самая удобная база для крепления спирали именно в хастуре здесь винты у нас расположены сверху вы даже просто берете спираль вот так придерживаете пальцами можно без коэлджига это делать и сразу закручиваете оба винта с этими двумя вариантами нужно прикрутить сначала один винт потом перевернуть и прикрутить второй винт также на спирали необходимо будет загнуть перпендикулярно хвосты чтобы нормально их прижать в хастуре этого делать не нужно винты закручиваются сверху опять же повторюсь по моему мнению это самая удобная база по обдуву с виду на арисе и сирене трушный МТЛ обдув его можно настраивать по одному отверстию в то время как в хастуре у нас одно большое окно и оно здесь с двух сторон казалось бы на первый взгляд хастур не должен был получиться настоящим МТЛ и как ни странно лично мне вот такой обдув понравился больше за счет сменных жуклеров можно добиться желаемой тугости а из-за того что здесь большие окна практически не собирается конденсат и бак вообще бесшумный за все время использования у меня ни разу не было никаких переливов никаких сопений и протечек на мод с этими двумя пациентами в принципе протечек у меня тоже не было но из-за того что отверстие одно и оно небольшого размера вот допустим если здесь выставить на 0,8 по-любому собирается конденсат и бак сопит особенно это заметно когда вы держите бак отверстием к себе бак начинает очень сильно сопеть но когда вы держите бак отверстием от себя это сопение пропадает и в принципе при размеренной такой затяжке никаких посторонних звуков нету пришло время подвести итоги из этих трех бачков арис сразу отпадает потому что добиться здесь настоящей МТЛ затяжку можно только полностью перекрыв обдув лидерами являются вот эти два бака сирена версии 2 и хастур МТЛ но перед тем как объяснить почему я так считаю и кто из этих двух лично для меня лучше я наверное выведу такой рейтинг по моему мнению первое второе третье место из того что у меня побывало на обзорах на третье место я бы поставил арис и мерлин МТЛ сделаны они неплохо арис наверное даже будет поинтереснее чем мерлин но у них обоих общая проблема настоящая тугая затяжка только при полностью перекрытом воздухе второе место я бы отдал седьмой байке и берсеркеру это по-настоящему трушные МТЛы но и у байки и у берса есть ряд недочетов которые меня не устраивают именно поэтому я им отдаю второе место ну и как я уже сказал первое место лично для меня это хастур и сирена вторая это оба очень достойных бака с удобной заправкой с правильной тугой сигаретной затяжкой и выбрать из них лучшего очень сложно в принципе они оба лучше но уже по каким-то мелким придиркам каждый для себя решит что для него лучше лично для меня лучше оказался хастур только попробовав оба бака можно сделать окончательный вывод лично мне больше зашел хастур здесь пар не такой горячий как в сирене в сирене он ну слишком горячий как для меня в сирене конская ТХ в хастуре все гораздо мягче также в хастуре нет никакого сопения но есть проблема с пригоранием ваты на морозе и то что колба здесь в свободном полете и при раскручивании все распадается на части но начнем с того что на морозе в принципе не рекомендуется парить потому что можно легко простудить горло и лучше потерпеть и попарить где-нибудь в помещении что же касается стекла разбираю я этот бак только когда меняю вату это происходит раз в неделю и поэтому проблема с распаданием на части ну для меня лично не проблема бак должен меня устраивать по вкусу по затяжке и по удобству заправки хастур меня полностью устраивает по этим трем пунктам сирена в принципе тоже устраивает по этим трем пунктам на все 100% но в сирене более горячий пар более сильная ТХ и еще плюсы сирены можно записать очень достойный вкус он очень похож с хастуром но чуточку лучше то есть в сирене вкуса вы почувствуете немного больше это не сильно большая разница но она заметна и об этом сказать нужно и также в сирене меня не устраивает сопение я люблю тишину и думать о том в какой стороной к себе поворачивать бак я не хочу ну вот в принципе как то так это мое мнение по поводу МТЛ бачков которые представлены на сегодняшний день на рынке еще раз повторюсь вы можете смело покупать как сирену вторую так и хастур МТЛ оба этих бачка доставят вам массу удовольствия надеюсь что я максимально раскрыл тему сегодняшнего видео на этом буду заканчивать кому понравилось видео ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на мой канал до встречи в эфире